Жабы квакают, я балакаю Привет народ, коротенькое включение сегодня Надеюсь видео тоже будет не особо длинным Не обзор, не тесты, а небольшое сравнение В общем попался мне вот такой PMF1 под патрон флобера Украинского производства, товариство СЭМ Почему я решил ее показать Потому что встретил недавно подобную цацку В оружейном магазине Там где пневматика продается Цена такая заоблачная, такая дурноватая цена Что я решил купить этот пистолет Мне знакомый давно предлагал Который сделан очень классно И по сравнению с тем, что я видел в магазине Это просто какой-то идеал То что в магазине это ужас Но об этом я наверное расскажу на более полном обзоре Если вы захотите по результатам этого видео Его знать, потому что я не буду ни нутрянку Ничего показывать Я просто сейчас покажу небольшое сравнение С пневматическим Ижевским Байкалом МР-654К Ну и в принципе попробую Несколько выстрелов из него сделать Почему у меня на столе лежит еще револьвер Потому что на самом деле вот этот ПМ Это не пистолет Это револьвер Такой же как Сафарик Это оба револьвера на самом деле Я сейчас покажу почему это так Поставляется пистолет вот в такой коробке Такая красивая картинка Но мы видим, что отличается очень сильно По сравнению с тем, что на коробке Небольшие технические характеристики Кому надо будет Нажмете паузу, посмотрите Я не буду долго держать Я наверное вниз головой показывал Давайте заново А технические вот так В общем то, что я увидел в магазине Когда взял этот пистолет Там такой страх и ужас был Что скоба спусковая Что качество отделки В общем я не знаю, кто парит такие штуки Вот это похоже, что сделано Чуть ли не с боевого пистолета Вот если обратить внимание У него на затворе, на рамке один номер Отличается тем, что нет просто выбрасывателя И по сути дела все Качество покрытия такое Это здесь воронение с каким-то вот Такое сатиновое покрытие Чтобы бликов не было Сразу наверное сделаю небольшое сравнение Тогда давайте смотреть По 654 Это бороду естественно я наращивал Здесь борода чуть меньше Но все равно нормально То есть расточено под 9 Далее там 4 мм идет Вот я здесь расточки еще себе не делал По окнам видно Тоже я хотел сделать имитацию Здесь выбрасывателя Здесь выбрасывателя нет Вот здесь у меня еще родной стоит Переводчик, флажок предохранителя Здесь стоит от боевого Красненький Ну крок конечно обычный С какой-то прорезью сделан Рукоятку это я пробовал поставить Здесь рукоятка стоит бакелитовая Но к сожалению немножко она выпирает Вот кстати по поводу того, что я говорил В магазине В магазине я взял там рукоятка уже не бакелит А какой-то пластик И она утоплена Здесь вот она выпирает немного наружу В принципе у боевого так же Хотя у некоторых есть нормально Как бы заподлицо сделано А там рукоятка провалена вниз И она явно видно, что вот Из какой-то серии этих байкалов идет Потому что здесь вот у нее снизу выпил Выпил, пропил И короче рукоятка проваливается Качество самого затвора очень ужасное Вот эта скоба спусковая Она прямая такая же Вот как у байкала сделана Но намного хуже по качеству Ну и здесь вот смотрите Если сравнивать по байкалу И ПМФ Здесь идет широкая Вот ПМФ снизу Широкая антибликовая полоса Здесь узкая идет Вот, то есть нормальная мушка Целик прикольно сделан кстати Ну в целом вот такой пистолетик Скоба сама нормально Выглядит примерно как боевой Единственный его минус Что вот эта вот затворная задержка Рычажок Он не похож на настоящий И к сожалению от настоящего Даже не получится поставить Потому что Смотрите прикол Здесь если извести затвор То я не могу поставить его На затворную задержку Во-первых здесь затвор не до конца отходит Вот это все расстояние На которое он отходит Почему так? Потому что здесь вот стоит Такой щифт ограничитель Это сделать для того Чтобы далеко не отходил затвор Наверное чтобы не перекашивался механизм Я сейчас в механизм внутренний полезу Я просто покажу вам магазин Возможно многие поймут почему так Вот если брать тот же 654 У него во-первых вот на сколько выходит ствол Плюс можно поставить на затворную задержку Здесь такого нет И я даже рукой его не взведу Во-первых здесь стоит более мягкая пружина А в ПМФ стоит пружина от боевого Но она такая тугая Я стрелял из резиновстрела И по-моему брал нормальный макаров Не такая пружина страшнючая была Здесь просто ужасная пружина Ну и Перейдем собственно к самому пистолету Вот кстати еще один момент Когда взведен курок Нельзя вытащить магазин Вот я пытаюсь его достать Смотрите он не достается То есть нужно снять Курок с боевого взвода И после этого можно извлечь магазин Так иди сюда Здесь магазин кстати новодельный А и кстати почему я говорил что это револьвер Вот смотрите если немножко будет видно Через окно где нет выбрасывателя Там при выстреле вращается Маленький барабанчик такой Поэтому это не пистолет Это револьвер Но это под патрон флобера 4 мм Тоже этот сафари Но он 10 зарядный А этот 5 зарядный Здесь стоит маленький барабанчик Сейчас как же ее вытащить Этот магазин проклятый Так вот наконец то я достаю Смотрите еще какой момент Он как бы немножко Вверху здесь под застряет И нашему вниманию Вот такой магазин появляется Как видите здесь маленький барабанчик Стоит На 5 патронов Вот через это окошко Как у нагана Заряжаются эти патрончики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Этот магазинчик Как видите он вообще новодельный Такой видно Вот сварка Всякая обработка Пятка своя какая-то Барабанчик точеный Вот вообще непонятно Постреляю Вот в такую фанерку От миллиметров 7 Она толщиной 5 слоев Вот И посмотрим Как он себя ведет Стрелять естественно Я буду вот из Сколько здесь 12 сантиметровый ствол Из револьвера Под патрон флобера Это сафари Латек РФ 440 Ну и ПМФ 1 Под патрон флобера Здесь ствол Сантиметров 11 Где-то так Ствол кстати здесь нарезной 4-х миллиметровый Нарезной ствол Маленький Вот так выглядит Патрончик Флобера Шарик до половины Торчит снаружи Сейчас я стреляю Стандартными А потом А потом я попробую Показать Очень простой метод Усиления Вот этих патрончиков То есть без досыпания пороха Без ничего И как они работают После этого То есть усиленные Обычно Так сначала Сделаю 5 выстрелов Из револьвера Под патрон флобера Фанерка стоит Если даже промажу С 10 метров То услышим Бздынь по забору Уродни Спорчиваем забор Или нет Я кучу собирать не буду Так просто попробуем На пробивную Какая будет Ах ты Рикошетов наловил Сейчас отметим И потом буду пробовать Уже из ПМФ Так Смотрим Что я здесь наловил Ну Фанерка довольно твердая Так Вот у нас Раз Два Три Четыре По-моему это А Шарик остался Пять Даже застрял Ну поднараскидалось С 10 метров Честно говоря Но он у меня не чищен Теперь Пробую собственно Сам ПМФ 5 патрончиков Неусиленные Обычно Что это По-моему это По-моему это Первый он и дымит это вам не не револьвер ну все нормально стрелялись так тут даже что-то на какую-то кучу похожие есть вот раз два три 4 и 5 но слабее намного чем за револьвер у меня револьвера наверно все-таки усиленные определенным образом стояли нет не усиленные здесь обычные я табынчики обычные патрончики без усиления смотрите он шарик остался внутри вывалился из какого-то кто-то нестрелянный вот он собственно можно посмотреть что там внутри творится не видно наверно муха на солнце нету там пороха вообще небольшой ликбез как вполне законным методом усилить немного патронов лобера ничего здесь такого страшного нету ставим патрончики на какую-то ровную металлическо желательно поверхности можно использовать даже тот же самый родной магазин то есть если у вас стандартные патроны вы хотите немножко усилить но я покажу наверно на паре штучек сначала чтобы они не улетели то есть какой-то ровной площадкой просто медленно немножко нажимаем на патрончики то есть на шарики на сами пульки и вдавливаем только худо ударять нельзя по капсулю вдавливаем пульки немного внутрь самой гильзы вот так они немного утапливаются и в принципе слазит немного немного меди из этого повышается давление в самой гильзы в итоге выстрел будет чуть мощнее вот еще две штуки он говорит я сильно загнал уже минус все-таки такой метода в том что немного расширяется сама гильза и ее сложнее будет вставить сам барабан поэтому нужно это учитывать сильно не пересердствует можно ставить и больше чем 2 но это надо тогда какой-то площадкой широкой это делать потому что не совсем удобно и нужно снимать вот этот облой потому что она все останется в стволе и может следующий просто заклинить после выстрела единственное неудобное все-таки в пмф-1 это после стрельбы извлечения патрона стрельных гильз вернее по одному это очень геморро поэтому даже для какой-то элементарной самозащиты даже от тех же собак каких-то которые бегают по дворам у вас будет только один магазин я даже не знаю они отдельно продаются эти магазины или нет ситуация такая что будет сложнее будет четыре сюда больше зарядок ну что пробую 5 усиленных патронов лобера еще пару штук так докинул еще на скорость попробую скорость именно нажатия на спуск самовзводом у револьвера здесь будет у нас 7 патрончиком а у пмф будет 5 тоже на скорость и не дымит что самое интересное ну что усиление в некотором роде конечно приносит свои плоды вот шарики практически все в фанерку встряли раз два три четыре этот отлетел пять шесть и где-то седьмой еще вот седьмой торчит практически все застряли в фанерку а неусиленные обычные отскакивали причем рикошетили довольно сильно ну и напоследок четыре патрончиков лобера усиленных кустарным методом и один экспансивный если будет видно я вставил обычный спереди просто прямо через камеру нажал отверточкой он будет первым пробуем для для понту пробуем в быстром темпе самовзводом пять штук все похоже с работы смотрим последние подпад на раскидала их это что такое торчал так вот раз отвалился два не застрял шарик 3 здесь вообще еле коснулся 4 где 5 возможно вот немножко под на раскидала так в забор вроде нигде не попал родственники меня не съедят все хотел коротко и по существу получилось как всегда долго и не о чем в общем народ кому интересен этот пистолетик пистолет макарова под патрон флобера пишите в комментариях нужно ли делать полный обзор показать внутрянку как что работает потому что довольно своеобразная конструкция прилично отличается но от байкала понятно что там на баллоне здесь патрончик флобера барабанчик стоит в магазине своеобразная моделька я но новые те которые сейчас производится не советую покупать они очень убого выглядят руки выкручивать тем кто их делает да еще такую цену ставишь а какой-то ужас в общем пишите комментарии ну и соответственно оценяем видео всем пока счастливо револьвер рулит